История Русской Православной Церкви Мы приходим сейчас к началу XVI века, очень интересному, потрясающе интересному, конечно. И как мы выяснили, что это время в церковной жизни связано с таким очень глобальной борьбой со всякими якобы ересями, которые на самом деле были не всегда ересями, а были, скорее всего, ответом... Партийными движениями. ...или ответом простого народа на какие-то церковные непонятные установки. Допустим, на ту же ересь Симонии, ту же самую, которую допускала церковь и так далее. Мы почему все это ведем, мы сами хотим для себя выяснить, что же представляла церковь русская православная, что же представляла русское православие в жизни нашего народа, как вот менталитет нашего народа... В тот период. Да вообще, как менталитет нашего народа из тысячелетий вырос. Мы же говорим, что наша культура, она, в общем, вся основана на православии. Это правильно. Не на язычестве же, в конце концов, что нам иногда преподносят некоторые современные изыскатели. Хотя, в общем-то, если копнуть еще глубже... Синтез, синтез. Синтез такой интересный. Допустим, я проезжал по старообрядческим селам, смотрел культуру старообрядческого... Посмотри, сколько там в их орнаментах языческого. А ведь старообрядческое, это ведь оно самое глубинное, самое исконно русское. И не так далеко, и так давнее такое. И не так уж далеко. Поэтому все это очень интересно, и вот важно выяснить по поводу этого всего. Дело в том, что, Жень, я вот тут буквально должен буду тоже сказать несколько слов. Вот сейчас мы знаем бесславные и такие трагические события на Украине, которые сейчас происходят. Вы понимаете, вот люди, которые сейчас прыгают там на площадях и прочее, ну, может быть, кроме самых богатых и самых властных структур, которые защищают свои деньги и свои миллиарды. Они не видели Советского Союза. Эти люди, им кажется, что вот та помойная яма, в которой они сейчас живут, она и есть Царство Небесное. То есть они считают, что вот это та самая свободная, великая и прочее, и все остальное. А я всегда с большим прискорбием, с большим сожалению, очень большим сожалению смотрю на те развалины, в которые превратило 90-е, 90-е годы превратили, будем говорить, окраины Советского Союза. Дело в том, что, например, есть такой небольшой городок под названием Балта. Он находится на севере Одесской области. Эта территория была и польской, и турецкой, и входила в Молдавию, да, и была столицей Бессарабии. В общем, это очень такое времена Суворова и послесуворовские времена, она была вечно из рук в руки переходила. Но Суворов в свое время освободил, и она стала такой южной границей России. Это русская земля, Одесская область. Так вот, в этом городке жило 22 тысячи человек. В нем работал огромный мебельный комбинат, огромнейший молочно-консервный комбинат. Это на каждом комбинате работало по несколько тысяч человек. Швейная фабрика, сельхозхимия, сельхозтехника тоже на каждом работе, на высочайшем уровне. Обрабатывали специальными составами землю, завозили бразильских бабочек специальных, которые уничтожали долгоносика, уничтожали вредителей. То есть, на высоком уровне биотехнологии 80-х годов, Советский Союз. Значит, огромные литейные цеха, кирпичный завод, огромный по удобрениям аммиачный завод. В общем, вот сейчас из того, что я перечислил, ничего не работает. Ни одно предприятие не работает. Я помню школы, в которые ходили полторы, две, три тысячи человек в школу. Дети были полные школы, было море детей. Сейчас 200-300 человек. Куда делись дети? Дальше. Постоянный, бесконечный, огромный такой цикл жизни. То есть, что все поля в окрестностях были засеяны. Уборочная, как начиналась страда, машины на железную дорогу и шли. Вереницами, тысячи-тысячи машин. Огромнейшие урожаи. Все. Куда это все делось? Сейчас из всего города работает только один базар, на котором продают поддельные продукты. И люди, которые не видели того Советского Союза, они считают, что то было время мракобесия тьмы, развала и негодяйства. Там были злые Сталины и неизвестно еще кто. А вот сейчас настало время истинной свободы. Настало время благополучия и торжества. И говоришь, вы знаете, вы возьмите, сравните вот хотя бы уровень жизни человека в 80-е годы и уровень жизни сейчас, которым живет сейчас население и как живет город. И вы увидите, что все стало в 10, 20, 30 раз хуже. Вы считаете это адекватной платой за возможность попрыгать в центре Киева и сжечь пару гостиниц? Вот это адекватная плата или за это? Это я не буду далеко углубляться. Я все к тому, что историю всегда переписывают под себя власть имущие. И можно убедить людей, лишив их всего, имущества, работы, здравоохранения, образования, убедить их теперь, что наконец-то они теперь свободны. Наконец-то теперь они свободны. Я всегда, я привел как-то один раз отцу, сказал такую фразу, и сейчас там все смеются над ней, и вы тоже посмеетесь. Я говорю, что видно, что сейчас то, что творится, закончится очередным банальным изнасилованием. То есть, ну просто опять изнасилуют. Но где-то в глубине души, глубоко-глубоко осталась надежда, что на этот раз изнасилуют с любовью. Вот эта вот надежда, она всегда где-то в глубине живет. И даже в навозной куче можно себя чувствовать князем. Вот тот период, который мы сейчас с вами обсуждаем, это период становления царства русского. Русского царства. И, к сожалению большому, потомки, последователи, очень жестко поступали с историей своих предшественников. То есть, они ее просто вымарывали. А если кто-то им не нравился, и был человек умный, и не так просто было его затоптать в грязь, то его обвиняли в ереси. И самое главное, что-нибудь страшненькое придумать. Опять же, как Гитлер. Жиды, все, Гитлеру не нравились. Ересь жидовствующих. Поэтому клеймо, клеймо это поставленное, оно не имеет к сути исторических событий никакого совершенно отношения. Это просто приемы легитимизации собственной власти и порицания своих противников. Вот мы сейчас, я вам еще приведу несколько таких исторических фактов. Вы сами удивитесь, сами посмотрите, как все примитивно и просто объясняется. Не надо никаких там мудрых философских исследований. Все объясняется противниками и сторонниками, основоположниками и клеветниками, наоборот, в противоположность. И родственниками. То, смотря какую партию поддерживал. Поэтому получилось все точно так же, как в 17-м году у нас с революцией. Надо было заклеймить царя. Клеймили царя. Потом надо было клеймить Ленина. Клеймили Ленина. Так же и здесь точно. Победившая греческая партия, фряжская, начала клеймить партию новогородскую. И мы плавно возвращаемся с вами к митрополиту Симону. Мы уже говорили о том, что он особо ничем не прославился. Вся его жизнь это эпоха соборов. На его досталось век и соборы конца 98-99 годы. Особенно 1503-1504 год. Это два собора, на которых окончательно партия Елены Волшанской, я буду говорить, это новгородская партия, правильно, потерпела поражение под натиском хитрой партии палеологов, привезших с собой из Греции методики зомбирования и манипулирования общественным сознанием. Которая в Византии в то время уже процветала, а у нас было внове. У нас никто это не понимал. Что это такое? У нас для Руси это было тогда еще не очень понятно. Они все были хитрые. Они все были хитрые. Так у Литва, Польша тоже, все же участвовали. Но все равно вот именно такой хитромудрой греческой политики еще двор наш не знал. Но мы становились империей, мы становились царством. Цезарь, царь, император одно и то же. И надо было, естественно, принять не только хорошее, но герб приняли, символику дома палеологов приняли, чин миропомазания приняли, но надо было принять и чин отравления, и чин оклеветания. Как же без этого-то? Оно же существовать не может. Поэтому, естественно, все это проникло и вовнутри церковные, и вовнутри государственные дела. Ну и вот что же происходит? А происходит то, что 1503, особенности 1504 год, 1503 год, это как раз основные споры Иосифа Володского и Нила Сорского, и окончательное размежевание стяжателей и нестяжателей. Вот будем их так называть. Это самое правильное название, которое, я считаю, будет открывать корень проблемы. Корень проблемы – это имущество, деньги, земля и крестьяне-рабы. Нестяжатели во главе с Нилом Сорским, дьяком по реказу Патрикеевым, попами Алексеем Даниилом, поволжскими старцами, а также иноком Васяном, князь был такой инок, который писал труды против стяжателей, некоторых митрополитов. Васян Патрикеев. Да, он тоже Патрикеев, кстати. Да, вот родственники. Вот опять вот вы затронули интересную вещь. Это большая боярская. И даже, а самое интересное, он с Максимом Греком вместе переводил кормчую книгу, а из одного монастыря, а защищал нестяжателей, нестяжал их, извините, партию нестяжателей. А с другой стороны, мы сразу с вами увидим Иосифа Володского, его преемника будущего Даниила, митрополита московского на Иоанна, Иосифа Володского монастыря. Мы увидим партию палеологов, которая вся только этим делом и дышала, и в конце концов пришедшего к власти через убийство своего брата Василия Третьего, убийство царевича Дмитрия, пришедшего к власти нового государя. Ну что ж, 503 год весь был будоражащим для государства российского. Потихоньку, полегоньку Иван Третий слабел, он перенес инсульт после грандиозного шествия троицких старцев, которые Майдан хотели устроить на Красной площади, и ему это удалось очень тяжко, и он уже потихонечку стал так хереть, и благополучно к 5-му году, когда он скончался, он уже затухал, затухал и отдал в конце концов Богу душу. Этим воспользовалась вся вот эта партия, свергшая царевича Дмитрия Волшанскую, и теперь начавшая свое победоносное утверждение при дворе. Теперь особо расцвела легенда о том, что Василий Третий особо был вложен в живот Софии Палеолог Сергеем Радонежским. Кстати, София тоже к этому времени уже почелла. Да, да, она уже к этому времени почелла. Пар дело ее жила. Остались партии. Да, ее партия, осталось ее дело, остался ее сын. И собор 503 года. Что этот собор? Этот собор, по сути дела, была местная разборка между москвичами и новгородцами. Новгородцы отстаивали в основном вот эту вот нестяжательную сторону, а москвичи, поддерживая уже угасающего Ивана Третьего, поддерживали вот эту идею. Он сначала сам хотел землю секурализировать, теперь сказал, отказался от нее полностью. Да, у него просто не было здоровье. И он Иосифу Володскому практически отдал бразды правления. И вот Иосиф Володский в это время совершает все, что он хочет. Все, что он хочет, как он хочет, и что он хочет, что он делает. Во-первых, он осуждает вот этого самого Дьяка Патрикеева. Он потрошит этих московских попов. Там сначала вот этого Даниила и Алексея, а потом и всех, кто там был близко или кому связан. Он смещает с престола митрополита Зосиму Бродатова, который вынужден был уйти. Хоть не позволили ему казнить его, но он вынужден был уйти, отказаться от престола, потому что кончилось бы это не совсем хорошо. Ну, Лаври доживал свои последние дни. Ну и вот Симон, митрополит, он стал заложником этой всей игры. Что мы наблюдаем на соборе Петцов Третьего года? Никакого участия митрополит не принимает. Его участие чисто номинально. То есть он председательствующий сидит. Уже Иваном Третьим вынесены все вердикты, все приговоры. Опять же не Иваном Третьим. Да, партии. Партии, партии. Да, да, да. А вот Василий Третьим уже был при власти. А вот Василий Третьим, вот о чем я и хотел сказать. А в этот момент Василий Третьим начинает потихонечку, чувствуя слабость отца и все это, понимая, что именно его сторону поддерживает Иосиф Володский, он с большой радостью начинает расправляться со всеми последователями новгородской партии. И вот тут там, в народе, особенно после смерти царевича Дмитрия, его прозвали Грозным Василием. После того, когда был умершлен по скорую времени, его вот этот маленький венчанный на княжеский, великокняжеский престол царевич Дмитрий. Сколько ему 17 лет было? 17 лет, да. 14 лет он был коронован, вот это миропомазан. В 1498 году, как мы говорим. А в 3-м, по-моему, или в 5-м году он уже был, в общем, в небольшом году, в 17 лет, да, где-то он умер был в этот период. Ну, суть-то не в этом, суть в том, что уже можно было Василию Третью ничего не опасаться, конкуренции, да, уже никакой не было. И нужно было теперь расправиться с идеологами, которые могли бы какие-то там идеи про царевича Дмитрия, да, про нестяжателей. И вот он расправляется со всеми этими. 43 главных провозглашено еретика, некие сразу казнены, некие были потом только уже через некоторое время напематствованы. На Руси загорелись костры. Костры, да. И вот его злоба, вот это вот гнев Василия Третьего, почему и погибший царевич Дмитрий, и Иосифово. И Иосифово. По сути дела, Василий еще очень молод и наивен, но он понимает, что такое власть. И маманя, наверное, ему хорошо растолковала, да и, по сути, палеолога в кровь подсказывала ему, что такое дворцовые перевороты. И он, ухватившись за Иосифа Володского, тот языком разметал все, а этот огнем и мечом, государь. И вот эта кличка к нему прицепилась, а потом уже даже при коронации, да не при коронации, а после смерти митрополита Макария, Макария, Иван Грозный, когда ввел опричнину, он сказал, будете вы меня называть как отца моего Грозного, вы посмотрите, кто Грозный, Василий или я буду Грозный, я... Вот. И, значит, дальнейший собор 1504 года окончательно всех осудил и закрепил это прямо соборным постановлением и анафематствованиями, о которых мы с вами говорили. И потом собор 1509 года, взяв труды Иосифа Володского, еще некоторых там вот этих товарищей огульно оклеветавших новгородцев, создал такой прямо как... Геннадий Гонзов, который стал епископом Новгорода. Абсолютно. А второй сторонник потом, Даниил, стал митрополитом московским. И вообще не только митрополитом, но он еще и содействовал Василию Третьему в клятвопреступлениях, подлогах и прочее все остальное. Мы сейчас дойдем. Полностью победила партия стяжатель Иосиф Лем. Да, не зря говорят, что после смерти митрополита Варлама закончилась вообще эпоха русских митрополитов. Все остальные стали лебезить перед властью, редко-редко там что-то говорить против. Были готовы на любые государственные, духовные, евангельские преступления ради царской власти. Мы вот сейчас вот это все дело некоторые моменты затронем. Победила именно ересь Лизоблюдов. Стижатели и Лизоблюдов. Было за что? Да, деньги, власть. Конечно, чтобы не секуляризировала власть и земли, и богатства. Ну, или находились они даже, если что и заберут, но находились при князе, при дворце князя находились. Значит, что произошло, вот интересно, смотрим. В 1509 году, уже к тому времени, вот этот митрополит, помните, которые старцы шли, я вам рассказывал, на Майдан, на Красную площадь, троицкие старцы. В то время был игумен Серапион, наместником Троицы Сергиева Лавры, настоятелем. И этот игумен Серапион поддержал активно Иосифа Володского, поддержал активно стяжателей. Возможно, не разобравшись всей сути событий. И после этого он как бы был в фаворе у государя и был поставлен архиепископом Великого Новгорода, этот Серапион. Но в 1509 году на очередном соборе, как раз вот с Симоном, у них с Симоном состоялась стычка. И стычка это как раз была, вот по вопросу стяжателей, не стяжателей. Значит, и стычка эта состоялась как раз опять по поводу стяжа, не стяжательства и не стяжательства. Серапион, к тому времени уже ставший новгородским епископом, увидел, что под шумок растаптывает Новгород. Причем мы знаем с вами, что вот после первого захвата и подавления Иваном Третьим, Новгород еще сохранял своих ремесленников, там свой порядок, все. Но после потом Ивана Грозного, когда он разнес Новгород, Новгород утратил все свои позиции уже навсегда. И увидев, что Новгород потихонечку растаптывает, Серапион начал делать замечания Иосифу Володскому и вот митрополиту Симону. Но Серапиону это мало не обошлось. Тут же сразу поняли, что это защитник новгородских земель новгородской партии, его зашиворот и сослали его в монастырь. Значит, 30 апреля 511 года, вот после всех этих скандалов, вот мы вступаем в эпоху, когда пять митрополитов российских, все были либо сами пооставляли престол, либо были смещены, сосланы, посажены в тюрьму и так далее. У нас начинается такое митрополитчие пленение, как папы в Авеньоне в свое время, так и здесь у нас их всех неугодны, всех убирают. Рот открыл, до свидания. И вот в 1511 году он принужден был оставить митрополию и через год, в 1512 году, умер, был похоронен в чудовом монастыре, а сейчас мощь его находится в Успенском соборе. Надо также упомянуть, что здесь начинается время, когда Василию Третьему пришлось сначала Смоленск, потом Псков. Вот эта вот проблема объединения русских земель, она еще все-таки стояла очень серьезно. По этому поводу, ну я уже говорил, что в 1492 году начались порубежные русско-литовские войны, был первый этап этих войн, а вот как раз в это время, которое Вы говорите, пошел второй, а потом и третий этап этих русско-литовских войн. Как раз за Псковские с Ливонским орденом еще продолжали биться, а за Смоленск с польскими и литовскими шляхтичами. Это я к чему упомянул. Дело в том, что в этот момент подрастает следующий митрополит московский, митрополит Варлаам. Он был иноком Кирилла Белозерского монастыря, а в 1506 году он стал наместником вот того Симонова монастыря, о котором мы уже несколько раз говорили, откуда проходят митрополиты. Это уже третий митрополит из Симонова монастыря. Значит, в чем вопрос? В 1510 году он сопровождал Василия Третьего в походе на Псков. То есть это был тогда второй этап порубежных войн. Это с Ливонией. За Псков с Ливонией. Почему? Проблема в чем? В том, что нужно было доказать... С Ливонским орденом. Сначала было два похода на Смоленск, а потом уже поход на Псков. Дело в том, что нужно было доказать, что мы, это наши русские исконные земли и наша. И вот Василию приходилось это доказывать. Ему тоже трудные достались такие вот времена. Поэтому кое-что может быть в чем-то его это и оправдывает. То, что ему приходилось бороться за вот это русское наследство. В походе в Орлаам какими-то своими речами, да и просто знакомствуя с Василием Третьим, понравился ему. И после отстранения Симона 30 апреля 511 года, по воле князя, Орлаам был назначен московским митрополитом. Причем, все было очень интересно. 3 августа 511 года произошло при живом митрополите Симоне состоялась синтронизация и возглавляет ее архиепископ ростовский Вассиан Санин. А Санин это фамилия Иосифа Володского. То есть это брат Иосифа Володского, который был в то время митрополитом ростовским. Он и возглавляет синтронизацию московского митрополита. То есть в Орлаама попытались привлечь партию полностью на сторону Василия, партию стяжателей. А можно и в один маленький момент вот эти вот сказки о том, что у Иосифа Володского был такой, прям весь такой сам по себе без греха и порока, что прям на него молиться и его в том числе и канонизировали. Смотрите, я ведь тащил, наверное, своих родственников. Конечно, я о чем и говорю, что странный вопрос. Василий, это Вассиан Санин, это брат Иосифа Володского. Причем другой Вассиан, вот тот Патрикеев, о котором мы говорили, это противоположная сторона. Да, да, из разгромленной партии, того самого министра Дьяка внутренних дел Патрикеева. Значит, князь был очень доволен поставлением в Орлаама, потому что поначалу было полное согласие и взаимопонимание, никаких вопросов не возникало и было все хорошо. Но оказалось, что потихоньку в Орлаам стал разбираться во всех вот этих вот происходивших даже тогда прениях. Это уже был, вот смотрите, допустим, там 1515-16 годы. Орлаам стал в этом разбираться. Как он стал разбираться? Он был грамотный человек, и ему в руки попали труды Максима Грека, который сначала там защищал, но потом, кстати, вот труды Максима Грека во многом послужили спорами, потом при великом расколе. Потому что Максим Грек, оказывается, написал две книги о двоеперстном сложении и о сугубой аллелуи, которую он написал, что это свято, от века так принято. Грек, приехавший из Греции. А потом, когда Никониане начали это дело все разрушать, были по поводу... И кричали, что надо вернуться к Греку. Да, да, к Греку надо вернуться. По этому поводу были большие споры, и Максим Грек получил на Орехи тут тоже хорошо в свое время. Значит, и в то же самое время, вот этот Васян Патрикеев, который принял иночество родственнику того самого Дьяка Патрикеева, я думаю, знаете, даже больше, он, наверное, может быть, даже, чтобы избежать вот этих репрессий, принял. Но он был грамотный, он переписывал кормчую книгу по заданию митрополита, он писал новый свод кормчей книги. И во всех его трудах видно вот это стремление к нестяжателям. И митрополит Варлаам попал, как бы, он знал наверняка о том, что пишет Васян, он знал о том, что пишет Максим Грек, он защищал труды Максима Грека. И поэтому у Васяна, видно, у Варлаама, видимо, потихоньку возникли сомнения в правильности деятельности, которую вели стяжатели во главе с Иосиф Володским. Иосиф Володский в это время при Василии III взял самую власть. Вообще, наверное, ничего, по сути дела, без него не решалось. Варлам затих, но нашел хитрый ход. Он решил восстановить отношения с Константинопольским патриархом. Поскольку русская церковь находилась в расколе в это время, все митрополиты ставились незаконно, и эта мысль у Варлаама, она его не оставляла. И он посылает специальное посольство в 1517 году, которое пришло на первые контакты с Константинопольской патриархией. Константинопольский патриарх, конечно, был жутко недоволен, он называл нас еретиками, свероотступниками и прочее все остальное. Напоминаем, что в это время Русь находилась в расколе. Да, Русь находилась в Константинополе расколе. Потому что, когда поставили митрополита Иону I, он уже был не по распоряжению Константинопольского патриарха. И вот уже, получается, 60 лет продолжалась эта вся история эпопея. В 1917 году только связь дипломатическую восстановил Варлам с Константинопольским патриархом. Патриарх был жутко недоволен, возмущался, но, находясь в крайне плачевном положении, потому что магометане там драли их, как только могли, особо выступать ему было некак. И он хотел союза с Россией. Ну, хотел, конечно, денег российских. И поэтому Константинопольский патриарх хотя бы и не одобряет, но все его такие вот дипломатические восстановления отношений происходят на более сглаженном таком плане. Нас не посылают в пень просто, а все-таки намекают на то, что, решив некоторые вопросы, мы можем эту проблему с нашей схизмой, с нашим расколом как-то столетним прекратить. Особенно при достойном финансировании. А в это время старец Филофей пишет свое обращение. Более того, в этот момент заключается... Абсолютно верно. В этот момент пишутся особые грамоты, заключаются договора с европейскими дворами. Василий Третий утверждает свое царство. И вот первый раз Василий Третий назван императором, равным императору. То есть царем Цезарем назван. Он не был помазан. Да, он не был помазан. Хотя вот смешно, брат его был помазан практически на царство, а он еще Василия Третий нет. Но он, понимаете как, у него была очень интересная идея. Он грамоту составил такую, что он как преемник византийских императоров, то, что ему постарается Иосиф и прочее, Москва, Третий Рим, и следовательно, он даже... Даже такое... Было предварительно такое мнение, что он даже больше власть его, чем византийских императоров. И Петр Первый, когда провозгласил себя императором всероссийским, вот этот вот акт, в котором Василий Третий назывался, именовался императором Великого Града Константина, Третьего Рима, и именовался выше-превыше императора и царем, он это как бы, оба, сказал, вот это мое право на имперство. То есть Петр Первый, это акт этот использовал в подтверждении своей императорскости, не просто царскости, а уже большего масштаба такого императорскости. Значит, Константинополь дал кое-какие одобрения и восстановились между нами связи. Они позже потом восстановятся окончательно. В общем, схизма продолжалась около ста лет, а в данный момент Варлаам уже первую ласточку такую запустил, примирение. Это он специально сделал, потому что он понял, что без поддержки внешней церковной политики, ему не дадут здесь вообще ни вздохнуть, ни охнуть, потому что все превратилось в цезарепопизм. То есть Василий забрал себе всю власть, и церковная власть все больше и больше угасалась. И вот эти вот лизоблюды во главе с Иосифом Володским, они отдали церковь полностью в царскую власть, лишив ее голоса, лишив ее всяческого такого самостоятельности, собственного авторитета, полностью ее подчинили царской власти. И вот сейчас один самый такой очень важный, серьезный момент, который я хотел упомянуть, это то, что в 1521 году перед Василием III возникла новая такая серьезная проблема. Дело в том, что все эти Шемяки, они все никак не прекращали своих посягательств. И Василий Шемяка, его уже не было, но его сын Дмитрий Шемятич, он был Новгорода Северского князь. И вот он всячески прятался от Василия, зная, что ему ничего хорошего при встрече не светит. Один из Шемячичей достойно воевал в Ливонске. Нет, их было много, да. И вот притязательство на власть пугали Василия III, и он ничего не мог сделать с этим Дмитрием Шемячичем никак. И что он сделал? Он дал клятвы на кресте Евангелии Василия III о том, что ничего этому Дмитрию Шемячичу не сделает. То есть, что тот свободен, властен, равноправен, ничего этого не будет, все прекрасно. Причем он приказал Варлааму заверить эту так называемую опасную грамоту, то есть безопасную, грамоту о безопасности, что человека трогать не будут. Он эту грамоту хотел заставить Варлаама подписать и сделать его вместе с собой клятву преступником. Потому что Варлаам прекрасно понимал, что ничего этого не будет. И он видел, что будет просто-напросто захват этого Шемячича. И в конце концов так и случилось. Его убили, умер Швили, этого отдаленного притязателя, отдаленного уже притязателя на власть. Но Василий любого, даже маломальски, кто мог претендовать на какие-то средневековые понятия о власти, о преемственности, он их всех убрал. И по духовной линии, и по светской. И Варлаам возмутился очень этим. Тем более, что в это время была такая... У Василия произошла проблема, потому что его Соломония, первая жена его была бесплодна, да и непонятно там, Собурова. Отец ее был там песцом каком-то... Тоже боярин. Тоже боярская фамилия, знаменитая Собурова. Там была целая опера. Это было пять тысяч красавиц. Их свезли со всех пределов российской земли. Она была бесплодна. Да, мяли их и щупали. И заглядывали им во все выпуклости и отверстия. И причем это бабки, няньки, мамки проводили эти обследования на здоровье. Причем, интересно, на ум особо внимания не обращали. Главное, чтобы была здоровая и красивая. И вот кончилось с тем, что вы остановились, выбрали десять красавиц среди всей этой толпы. Представьте, пять тысяч, десять красавиц выбрали. И он сам царь выбрал, Василий Третий выбрал себе вот эту Собурову и попал пальцем в небо. В общем, она оказалась бесплодной. Тогда было пять тысяч баб перебирать, чтобы найти из пяти тысяч баб одну бесплодную. Причем, с помощью всех акушерок, бабок, ведьмок и всех остальных и попала бесплодная баба. И мучились, мучились, а время-то идет, а наследника нет. Ага, наследника нет, сразу все начали потихонечку готовиться к приемственности власти. Наследника нету, шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. И, в общем, пришлось устраивать развод. А развод никто не дает. И митрополит Варлаам уперся. И развод не дают. И чем это кончилось? Воспользовавшись тем, что Варлаам отказался признавать этот развод, и воспользовавшись тем, что Варлаам отказался подписать вот эту опасную грамоту, чтобы обмануть Дмитрия Шемячича, его просто заковали в кандалы и отправил его в Кириллокаменный монастырь на озеро. Не спросясь его, хотясь, не хотясь, благодать, не благодать. Понимаете, как получалось? Раньше-то митрополитов Константинополь назначал, а теперь сам князь поставил, сам князь убрал. Какие проблемы? Поэтому, когда Варлаам с Константинополем попытался наладить опять взаимоотношения, это было все неспроста. Ну и все. И заперли его в этот монастырь на озере, где он благополучно в каменный монастырь, умер в 1533 году, именно в тот же год, который умер и сам Василий III. Ну и тут же сразу дальше все прекрасно. И вдруг выплывает личность вот того самого, 533, в личность вот того самого Даниила, будущего митрополита московского. А кто такой Даниил? А ученик Иосифа Володского, оказывается, благодатного святого старца. И этот благодатный святой старец сразу и подписал охранную грамоту подложную, по которой этого Дмитрия Шемячича потом казнили, и сделал крыль. Заманили. Да, заманили и казнили. Клятвопреступником сам стал Даниил, и Василий III, с крестом и Евангелием, не боясь ни Бога, ни черта, ничего, ради власти своей. И тут же разрешил развод, без всяких проблем, и на Глинской женился Василий III, и опять попал пальцем в небо, потому что долго мучились, никак ничего не получалось, в конце концов родили Ивана Грозного. Маленько скажу о Михаиле Глинском, откуда он взялся. Значит, в результате этих русско-литовских войн, в Литве же тоже произошло некоторое замяня, там сменился на престоле очередной король. Значит, был Казимир там, потом еще, забыл уже, кто недолго, Александр, по-моему, а потом этот Александр, недолго проправив, помер, и Сигизмунд I. И этот Сигизмунд I отстранил от своего, значит, двора Михаила Глинского, который там был очень такой, высокого значения, припрежник царя Глинского. Этот дядя этого не простил, это был вельможа, пан такой, Туровский, по-моему, да, Туровский, ага, как назывался, не пан, а кто он там? Да не важно, Шляхтич. Шляхтич, ага, Туровский, господарь Туровский, и он переметнулся на Московский двор. Больше не было. А будучи таким очень великолепным авантюристом, про него написаны, кстати, неплохие исторические работы, я все время как-то читал, мне было интересно, как он там крутился, то туда, то сюда, но он служил в службу, он был военный человек, он был полководец неплохой, он отличился в войнах, и, в общем, пошел с доверия к Василию. И как вот этот, вот появившийся вот этот вельможа, непонятно какой, вот, понимаете, с Литвы какой-то там, ну, будучи там каким-то подносителем каких-то даров там, большим кровом, и как он свою дочку подсунул. А вот он сыграл, понимаете, на этом, помните, это же удивительный такой. Три девицы под окном, пряли пряжу и терпнул. Каба я была царица, говорит, на весь мир, красавицу Елену Гнездену. А другая, говорит, на весь крещеный мир уготовила бы я пир, но царь не обратил ни на третью, ни пир, а когда третья, говорит, а я бы родила богатрия, это будет моя жена. А потом несколько дней спрашивал, а где богатрия-то? Да, 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 да. Вот, так и здесь точно та же самая хохма. Он, у этого была проблема с Соломонией, дети не рождались, в голове это все крутится, а вы сами знаете, вот в Средневековье, вот, чтобы вы знали, вот это просто такая справка, если у, когда у короля рождался наследник, это был самый праздник для всех. Почему? Потому что элита оставалась у власти. То есть, вот, умер, да, а приходил его сын, вся дядя, тетя, мамки, бабки, вся элита английского или французского двора оставалась у власти. А если наследника не было, все начинали дрожать, все начинали, да, потому что сейчас приходит какой-то другой там по наследству, да, которым положено по наследству, действительно, но это уже какой-нибудь двоюродный брат там, или кум. И он потащит своих, дядек, тетек, мамок, которые всех этих передушат, или в лучшем случае выгонят. Вот. И все это страх вот этой элиты за власть. Это все равно сейчас президентские выборы. Вот что там будет, кто придет, понимаешь, класс, это страх. Вот во Франции, в Англии, в любом государстве. Трампа, бац, выбрали, как все кричали там, вот эти, которые за Клинтона все, все Клинтон шиты, все. Также и здесь такой же страх. И поэтому, когда вот это у Василия Третьего идет время, нет наследника, нет наследника, они прожили долго с Глинской-то, там, больше десяти лет. Да, и ничего никак. И тут этот авантюрист, изгнанный из пределов литовских, кстати, его капелька крови досталась потом Ивану Грозному. Конечно. Да, и он подсунул красавицу, свою дочку. Она молодая была совсем, не 16 лет. Да, кстати, по этому поводу, потом помните, были шумихи-то, от Василия Третьего родила она, но вот фейс Софьи Палеолог с этим вот носом и со всем остальным достался Ивану Грозному. Поэтому говорят, что точно от Василии. А есть еще одна мысль, батюшка. Можно такая мысль мне крутиться в голове? Посмотрите, все вот эти вот государи, последние, московские, были сильные и очень долго правили. Василий Тёмный, даже с Василием Первым еще лет 20. Иван Третий сколько? Потом Василий Тёмный лет 30, а Иван Третий вообще по 50 лет. Да, да, да. Чуть-то по 50 лет. Да, да. И Василий Третий около 30 лет пробрал. И вот в мозгах-то не только боярство, а в мозгах простого народа. Государь это нечто большое, это значимое, это эпоха. Люди менялись целыми поколениями при их жизни. И поэтому вопрос наследника был не так просто. И не просто так. Потом народ сочинил сказку о разбойнике Кудеяре, что эта Соломония там попала в монастырь и родила таки наследника, а он стал разбойником Кудеяра. Нас это любили. Народ, да, вот такие былины создавал на этих вещах. Естественно, Пугачев потом Дмитрием Уличским себя проразвастил. Федором Третьим. Или Федором Третьим, да. То есть не убитым... Петром Третьим, Господи. Оставшимся. Да, да. Не убитым Петром, даже выжившим с Пашем за Петромом. Да, это в действительности, вы знаете, вот действительно народу понятно нечто простое. Вот если, например, начинать объяснять о том, что такое там непорочное зачатие и там что-то преображение о божественном фаворском свете, это в народных умах рождает понимание, что это что-то новое, странное, ересь какая-нибудь сразу. Вот как здесь ересь жидост. А если сказать что-нибудь простое такое, вот знаете, вот если вы будете говорить о том, что Бог преобразился на фаворе божественным сиянием и Петр, Иаков и Иоанн видели божественный нетварный свет, это звучит что-то так очень где-то философски. А вот другая сказка, которая еще менее правдоподобна, но и более так сказочна, это о том, когда император Шах Хасрой приказал отрубить Иоанну Дамаскину руку и он, молившись перед иконой, упросил Богородицу и Богородица ему эту руку назад приживила, и потом он приложил серебряную руку в благодарность иконе за это совершенное чудо, это вот запомнится, это очень запомнится и будет, ну, не зря хитрая Софья Палеолог выдумала, что вот Василий Третий не просто что-то, а прямо божественный какой-то сын, то есть он... Да, 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 и смотрите, и вот именно с Василия Третьего как раз с этих времен пошли сказки о самозванцах, вот именно с этой сказки о Худеяре, конечно, это была первая вот эта созданная легенда о каком-то таком... кстати, вот мы сейчас смотрели... Не Дмитрия, которого загубили, посмотрите, там не пошла никакая сказка, а вот с Василия Третьего пошла. Варлам, вот, которого сместил Василий и запер его в монастыре за то, что он не захотел подписывать подложную грамоту, а вот этого самого Даниилова потом Шуйские сместят, и сместят его жестко, так, что ему бедному тоже достанется. Почему? Потому что Василию-то он полизоблюдничал, а Шуйским он был уже не нужен. Василий Третьего на этом... И мы все-таки подошли к нашему Ивану таки грозному. Да, вот мы, наверное, давайте на этом на следующий раз его ставим. Конечно. Я думаю, что это целая эпоха, это целая эпоха. Мы рассмотрели неплохо. Да, и вот в ней тоже много будет нехорошего, но вот само создание русского царства, на мой взгляд, перевешивает все. Конечно. Потому что по тому, что сформировалось государство и смогло более-менее уже защищать интересы своих граждан. Вот сейчас мы еще с вами на следующий раз рассмотрим эпоху бесконечно на Василия Третьего нападали крымские татары. Это поход и 19-го года, и 21-го года, и 23-го, и 27-го. Каждый год ждали крымских татар. Пока, в конце концов, Касимовский хан из Касимовцев не поставили. И то, когда Василий Третий умер, то и его сместили. Это целая эпоха была вот этих бесконечных, что все прекратит Иван Грозный. И Казанские все вот эти нашествия с Казанью прекратит, и Крымские почти практически там, но потом попозже уже добьют. И притязание на Псков, и Смоленск, все полностью эти территории, в общем, покорение Новгорода, это действительно создание, вот в этот момент вырисовывается именно полностью уже такое настоящее, сформировавшаяся Русская империя, Русское царство. Между прочим, в эти же времена сибирские ханы начали поглядывать на Москву. Абсолютно верно. И причем разными глазами, одни захватами, а другие примкнуть хотели. Ничего, не, 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 именно в качестве вассалитета. В это время там правило династия, у нас в Сибири правило династия сибирских ханов Тайбугины. Вот, это очень интересно, я потом этого коснусь, смотря, завоевание Сибири. Это надо обязательно рассмотреть. На данный момент Великая Орда разделилась на пять частей. Собственно, на Золотую Орду, которая осталась там аж в Монголии, Астраханское ханство, где был сарай, Казанское ханство, которое Иван Грозный подчинит, Сибирское ханство. Оно переходило, там Тайбугины с Чингизидами, то одни 20 лет проправят, то другие. Сибирское ханство, Крымское ханство и вот то самое Золотая Орда Монгольская Великая. Пять частей. На пять частей разделилась. Везде с разным попеременным успехом правили в основном Чингизиды. Но иногда их сменяли там законы, незаконы, власть сменялась. Поэтому Руси тоже приходилось при этом лавировать. И, ну, и, видимо, к чему кончится. Это все, что принадлежало Орде, в конце концов, стало Россией. То есть, вот все, что вассально было, принадлежало России ханству, теперь наоборот. Вот, и даже вот с вхождением Крыма последняя, пятая часть от этого золотоордынского великого ханства тоже вошла в нашу территорию, крымская часть. Она ненадолго нас покинула и опять вернулась. Ну, как бы одного хана сменили, другой хан сбежал в Ростов с семейством Януковича, которого зовут. И теперь пришли новые... Захватническая паразитарная система не выдержала ответного удара. Абсолютно верно. Усилившегося. Вот, поэтому перед вот этим моментом, вот когда Даниил сыграл на руку Василию, мы посмотрим с вами следующего раза, мы с этого начнем. Когда он доклятывал преступление, ну, и, по сути дела, главный момент это рождение от Глинской, Ивана Третьего, Ивана Четвертого и начала эпохи Ивана Грозного. Спасибо всем. Спасибо. Христос воскресе. Воистину воскресе.